Триумф героям спорта 2016. Это своего рода Оскар Мозорского нефтеперерабатывающего завода. Только вместо киноиндустрии здесь честовали спортсменов, любители физической культуры и здорового образа жизни. Уже по традиции вечер проходил во Дворце культуры Мозорского НПЗ. И выразим благодарность работникам этого заведения, которые организовали спортивный праздник и организовали превосходно. Как и полагается, после открытия Триумфа 2016 с приветственным словом выступил представитель руководства нефтеперабатывающего завода, заместитель генерального директора Геннадий Викторович Тетерук. Добрый вечер, дорогие друзья. Мозорский нефтеперерабатывающий завод известен Белоруссии и далеко за его пределами тем, что это высокотехнологичное предприятие, которое выпускает продукции высокого качества, которое конкурентоспособно практически во всех странах. Но наш завод известен еще и тем, что у нас развивается очень здорово на высоком уровне физкультура и спорт. Работники нашего завода не только прекрасно работают на рабочих местах, но они показывают достойные результаты на всех соревнованиях, на соревнованиях различного уровня, на внутризаводской спартакиаде, на спартакиаде, которая проводится в районе, в области, на республиканских соревнованиях и на международных соревнованиях. Поэтому вот эти люди, которые участвуют в спортивных соревнованиях, это не просто работники завода, это те люди, на которых можно всегда рассчитывать, на которых можно положиться, потому что люди, которые занимаются спортом, они знают, как себя держать в руках, они знают, как себя мобилизовать, и они всегда показывают хорошие результаты, как на производстве, так и на спортивной арене. Просто завораживающим стало выступление воспитаний секции акробатики спортивно-технического клуба «Старт», которые своим мастерством буквально влюбили в себя всех присутствующих в зале. И после на награждение эти юные спортивные дарования удостоились заслуженных оваций, а лауреатами по итогам 2016 года стали Анна Тузик, Вера Мазуркевич и Марина Осмоловская, воспитанницы тренера Оксаны Александровны Деминой, настоящие звездочки спорта. Вообще, одну виду в этом зале, вот сейчас на сцене, просто дух захватывает, я, честно говоря, еще отойти не могу от того чувства, переизвытка эмоций, которые я получила. Хочу поприветствовать всех в зале, всех гостей и участников нашего сегодняшнего мероприятия. Сегодня в зале собрались люди, неравнодушные к спорту. Люди, которые сумели побороть свою лень и которые сумели побороть, ну, возможно, какой-то негатив, скептическое отношение коллег или домочадцев. Люди, которые постоянно спешат в спортивный зал, люди, которые постоянно преодолевают себя. Сегодня мы будем говорить о тех, кто только начинает свою спортивную карьеру и о тех, кто достиг уже высоких вершин. Кроме акробаток, награды из числа воспитанников СТК «Старт» удостоились. Александр Петеричес – это настольный теннис-тренер Валентин Мороз и паралимпийц-пауэрлифтер Максим Кукса – тренер Юлия Тачицкая. Прекрасны были и выступления артистов Дворца культуры Мозорского нефтепроводящего завода, например, театр танца «Алексис». После настало время с дюшур «Жемчужина Полесья» во главе с его знаменитым директором Владимиром Ивановичем Хомутовским. Хочу кратко по «Жемчужине Полесье» сказать, что в этом году, в декабре, «Жемчужине Полесье» было 35 лет. Уже у нас 4 олимпийских вида спорта. В ноябре мы еще открыли олимпийский вид карате. Поэтому греко-лимпская борьба были и пол девочки, гребенобайдарка каноэ и карате. Хочу сказать, что однозначно мы будем бороться за участие, и наши представители «Жемчужины» будут участвовать однозначно на олимпийских играх в Токио. Это мы. И цель «Жемчужины Полесье» – быть лучшими в стране. То есть это касается всех – и тренеров, и детей, и учащихся, и родителей, то есть всех. Это все благодаря нашему заводу, нашему нехтебывающему заводу. Конечно, нам большую поддержку оказывает наш учитель, лично-профессионная организация. И без этой поддержки, вот 35 лет «Жемчужине», я даже не помню, что был какой-то сбой финансирования, какой-то помощи. Лауреаты со стороны «Сдюшор» «Жемчужина Полесье» – это грибцы. Денис Потапенко, Егоры, Сущий, Кулага, за которых, кстати, призы получали родители, так как ребята в настоящий момент находятся на учебно-тренировочных сборах. Следующие лауреаты из числа мастеров весла – Никита Огородный, Евгений Романов, Юлия Гончаревич. Из мира борьбы – Глеб Борисенко. Волейбола – Екатерина Христенко, Дарья Кострова, Рита Иванова, Маргарита Захаренко и Елизавета Алисейко. Ну а после настал черед тренеров-преподавателей – Надежда Васильевна Рудаковская, Рамиля Ибергимовича Минодарова и победителя смотра конкурса за 2016 год – Дмитрия Александровича Клименко. Неповторимую атмосферу вечера поддерживали артисты, которые вдохновляли участников триумфа, среди которых были высококлассные специалисты и профессионального спорта. Сегодня необычный день. Неудобно стоять одному на тревину перед вами на сцене, когда нет любимой команды рядом. Но впереди у нас предстоящие выходные серьезные испытания. Испытания участницей Лиги чемпионов Минчанка, и поэтому команда готовится. Но от команды хотелось бы выразить слова благодарности. Заботу за ту неоценимую поддержку, которую оказывает завод, в принципе, оценить ее очень сложно, но команда знает и чувствует, что за спиной стоит одно из лучших предприятий страны, что поднимает планку перед каждой из них достаточно высоко. Мы ставим перед собой максимальные задачи. Кстати, на следующий день «Жемчужная Полесья» обыграла грузную Минчанку. Да и как это было не сделать после такого вечера, где был собран весь свет физкультуры и спорта Мозорского нефтеперабатывающего завода. Наш самый главный успех в этом году – это совместная победа с Вячеславом на фестивале экстремальных зимних видов спорта «Эдфокс и Ликус Рейс» 2016. Он в себя включает зимние виды, экстремальные зимние виды передвижения в горах. И вот в одном из видов – в скоростном восхождении на западную вершину Эльбруса, высота которого 5 642 метра мы смогли победить в связке. То есть эта победа родилась еще задолго до самого старта. То есть мы на какой-то из совместных тренировок разговаривали, что было бы, наверное, круто вот так приехать из Мозоря, вдвоем из Беларуси и при той огромной конкуренции, которая там есть, победить совместно. То есть показать сплоченность, показать нашу совместную целеустремленность и желание быть лучшими. После настало время деревяков Мозорского нефтеперабатывающего завода, которые под руководством Сергея Дорошко добились значительных успехов на республиканской и международной арене. Ну а после состоялось вручение звания «Заслуженный спортсмен Мозорского НПЗ» – высочайшее спортивное звание предприятия. И на этот раз его были удостойны – Владимир Яковлевич Шилюк и Александр Сергеевич Евдоков. И, наконец, лауреаты круглогодичной спартакиады Мозорского нефтеперабатывающего завода – бронзовые призеры. Спортсмены топливно-каталитического производства – начальник Николай Курьянович, физорг Александр Воложенец. Обладатели серебряных наград за второе место – цех номер 5 – начальник Сергей Трунин, физорг Сергей Гарбор. И чемпионы – цех номер 22 – во главе с начальником Петром Хелько и физоргом Владимиром Беляем. Сам коллектив физической культуры получил поздравление от футбольного клуба «Славия Мозорь» – верного, доброго партнера Мозорского нефтеперабатывающего завода. Что любопытно, директор футбольного клуба Андрей Григорьевич Василец и председатель совета КФК «Мозорская НПЗ» Александр Владимирович Гусаков вместе ковали славу полезского футбола. В конце 20 века теперь вот старые друзья встретились на сцене – на прекрасном празднике «Триумф героям спорта». Мы рады присутствовать на этом празднике и быть сопричастными к вашим спортивным успехам. Надо отметить, что в свою молодость мы вместе неоднократно выступали, защищали честь нефтеперабатывающих заводов на различных соревнованиях. И, наверное, хотел бы поздравить вас с тем, что у вас сегодня есть возможность реализовать себя не только в производственном процессе, но и также в спортивных соревнованиях, наверное, в плане достижения здоровья в семьях. И пожелать дальнейших успехов как в работе, так и в спортивных соревнованиях. Конечно, отрадно видеть вот это подрастающее поколение, которое приходит на смену тем, кто старше возраста. Это радостно, что у вас есть такие руководители, которые дают возможность детям заниматься спортом и участвовать в соревнованиях различного уровня. Наверное, детство, проведенное в спорте – это счастливое детство. Старшее поколение показывает своим примером, куда нужно стремиться, к чему нужно стремиться. Здоровье, здоровье и еще раз здоровье – это то, что дает нам спорт. Завершил этот прекрасный, неповторимый праздник заслуженный коллектив Республики Беларусь «Свояки». И прежде чем вы увидите фрагмент выступления, хочется сказать спасибо всем тем, кто принял участие в этом вечере, участникам, организаторам, зрителям. Триумф героям спорта 2016 состоялся. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ